И в скором времени вся страна погрузится в праздники, периодически до этого времени мы сами будем все по очереди погружаться около дни рождения, у кого еще свадьбы там, есть повод в общем хорошо посидеть. И вот здесь стоит такой вопрос, такая сфера, которую я характеризую вот двумя словами чокнуться можно. В том смысле, что очень сложно сообразить что к чему, но и собственно можно чокнуться в буквальном смысле. Я говорю про бокалы и правильное употребление правильных напитков из правильных бокалов. Какой формы, зачем, для чего нужно, сейчас будем разбираться. У нас в гостях Максим Букасов, дипломированный сабиле. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. С сосудами. Ну и соответственно разные, да, абсолютно бокалы по своему форме, внешнему виду. Давайте разбираться, собственно это придумано, чтобы голову нам сломать или все-таки это ради дела какого-то, вот эти разные формы и зачем они нужны. На самом деле здесь на столе лишь, наверное, 1% вообще от всего многообразия, которое может быть. И в данном случае, если мы говорим про бокалы для алкогольных напитков, речь идет не о форме для того, чтобы голову сломать или просто расширить ассортимент. А потому что каждый бокал совершенно по-разному раскрывает напиток. Поэтому для каждого напитка создана своя форма. Аромат, вкус, это все необходимо каким-то образом раскрыть для нас, чтобы мы на языке почувствовали, чтобы мы дыхание аромат почувствовали. Конечно же, в одном и том же бокале разные напитки будут вести себя совершенно иначе. Именно для этого... Давайте, да, прям по конкретным пройдемся. Давайте классическое, да, то есть если мы говорим про напитки, созданные из виноградного сока, мы говорим про вина, в которых достаточно небольшое количество содержания алкоголя. И здесь важный момент. Есть для красного, есть для белого. Так как красные вина по определению гораздо более богатые, гораздо более ароматные, вкусные, им необходим больше объем для того, чтобы раскрыться. Что значит раскрыться? Это значит насытиться кислородом. И вот вина, когда мы их открываем, наливаем в бокал, они насыщаются кислородом, и вот как раз тот объем, который позволяет этому вину насытиться, то есть я не говорю, что вот столько нужно наливать. Такие бокалы обычно наливают 1 четвертая, 1 пятая часть бокала. Для красных большой, потому что... То есть ширина должна быть объемом, получается. Да, да, правильно, раскрыться. А для белых меньше объем, потому что белый по определению менее такие насыщенные, чем красный. Поэтому вот вопрос уточняю, почему вот этот нельзя, допустим, для красного использовать, он еще больше объема. А вот здесь как раз наоборот, да, то есть казалось бы, очень большой бокал, но очень важный момент. Здесь чаша, как вы видите, очень сильно раскрытая, да, и он короче. Для чего это создано? Есть вина, я говорю про белые вина, которые были выдержаны в дубовых бочках. Вина, выдержанные в дубовых бочках, имеют, ну, гораздо более много интересных ароматов, чем, например, просто белые. И вот опять же здесь, для того, чтобы мы вот эти дубовые нюансы ощутили на вкус, на аромат, необходима чаша, которая раскрывается. То есть это для белого вина? Да, это для белого вина выдержано в дубовых бочках. Это более-таки серьезные образцы. Но и для красного вина есть бокалы, которые раскрывают, например, есть очень сильные, мощные, наверное, если пробовали вина, то такие терпкие, да, вина. То есть они даже в бокале, когда мы смотрим, они такие прям практически черные, да, очень плотные вина. Они, конечно, имеют более яркую структуру, естественно, такой бокал для них подходит. А вот есть вина тонкие, мягкие, еще, ну, в большей степени, конечно, это Бургундия, да, то есть есть такой регион во Франции Бургундия. Там, наоборот, вина создаются очень легкие, мягкие, но при этом они настолько имеют много тонких-тонких ароматов, которые этот бокал не позволит раскрыть. И для них создаются, видите, в чем отличие одного бокала от другого. То есть сужение вот у этого бокала. Да, у него объем больше, и он сужается. Для чего? Для того, чтобы ароматы не вылетали из бокала. То есть он специально аккумулирует их внутри. Чем тоньше ароматы, тем они, конечно же, легче. Естественно, их нужно аккумулировать. Ну, естественно, как мы все с вами знаем, бокал создан для игристого вина. Но очень мало кто знает, что этот бокал создан не потому, что вот именно такой формы, не потому, что игристое вино в нем красиво выглядит, хотя и это в том числе. Дело в том, что игристые вина по своей структуре очень кислотные. Пробовали игристые вина и чувствуют, что на языке они, как правило, очень кислотные. Так вот, за кислотность на нашем языке отвечают боковые части. И если мы с вами будем игристое вино пить вот из такого бокала, то у нас весь язык погружается в вино, и нам кажется, что вино очень кислое. Поэтому был создан бокал, который сужается кверху. И когда мы с вами делаем глоток игристого вина, вино прокатывается лишь поверху языка, не затрагивая при этом боковые части. И нам кажется, вино достаточно свежим, легким, питким, но не кислотным. Вот именно такой бокал. С учетом человеческой анатомии. Только так, только так, конечно. Ну и речь идет про крепкие напитки, если, например, бренди. То есть самый известный у нас бренди создан в регионе коньяк. И для этого бренди был создан специальный бокал. Наверное, все-таки нам привычно видеть такие боллы большие, где мы крутим этот. Это было создано маркетологами, рекламистами, которые специально такие бокалы создали, потому что это красиво было по телевизору показывать. Но на деле любой француз, любой человек, который ценит напиток, я говорю про бренди, он использует тюльпан. И в сравнительной дегустации это выглядит всегда очень интересно, когда человек, привыкший к этим боллам, ты при нем берешь, ставишь тюльпан, этот болл, наливаешь один и тот же продукт. Он прямо это видит сюда и сюда, и говоришь, вот попробуй. Попробуй аромат и вкусный. Разный откроется получается. Ну как? Это же один и тот же напиток. Ну как он может отличаться? Так ты попробуй. И вот человек берет сначала болл, сделал глоток, а потом вот этот берет, вдыхает, как это так? А ароматы вообще другие, гораздо более интересны. Спиртозность крепких напитков в таком бокале не чувствуется, она полностью скрыта. И только те ароматы, которыми, собственно, и ценится этот напиток. Ну и еще один бокал. Это бокал, который, вот как вы думаете, под что? Ну может быть какой-нибудь пунш, не знаю, грок, что-нибудь такое. Нет, нет, виски. 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 Хотя, опять же, вы, наверное, можете сказать, а где же этот олд-фэшн, да, с толстым дном, граненый такой большой стакан, в который мы насыпем лед, нальем виски. И вот опять же, как в фильмах показывают, да, с этим вот бокалом. Да, так можно делать. Но обычно это очень простой, дешевый виски. И на самом деле, зачем в виски добавляют лед? Обычно добавляют лед именно в тот виски, в котором нужно сбить неприятный вкус. Речь идет про очень дешевые, не очень интересные напитки. Поэтому, а для нормального, хорошего продукта, именно категории виски, создан бокал, который называется сингл молд. То есть бокал сингл молд, он был создан не просто так. Существует определенный институт изучения алкогольных напитков, и как мы их воспринимаем? На вкус, на аромат. И именно эти бокалы создаются не какой-то стекольной мастерской. Нет, естественно, теперь-то они производятся в стекольной мастерской. Но разрабатываются-то они не стекольной мастерской, естественно, они разрабатываются определенными институтами. Они есть в Австрии, они есть во Франции, они есть в Германии в том числе. И там вот именно идет изучение. Так вот, изучая структуру напитка категории виски, было принято как раз решение, что именно вот такой бокал дает возможность вот в этом виске, чтобы мы не... Когда пробовали аромат, если кто пробовал виски, обычно говорят, о, самогон. Да, есть такой. Самогон, да. Потому что олд-фэшн, стакан. А когда ты пробуешь аромат виски вот в таком бокале, человек совершенно по-другому начинает к этому напитку относиться. Оля, хорошо рассказывайте, но у нас время, к сожалению, подошло к концу. Вот буквально давайте расскажем, вот этот последний для чего. А вот этот бокал я специально здесь поставил, потому что, ну, действительно, очень красиво, интересно, что-то в нем есть. И вот, на самом деле, я достаточно сильно расстроился, когда эти бокалы появились. Вот только представьте, это новая мода винных бокалов, которые... Я думала, что это ликер. Чем отличается? Отсутствие ножки. Нет ножки. Так как аудитория, так сказать, потребления алкогольных напитков по возрасту снижается, это так называемая серия тусовочных бокалов. То есть, чтобы в клубах, в барах молодежь не пила какие-то, да, там, коктейли неинтересные, а пила вино, создан тусовочный бокал, потому что с таким вроде как нужно вот так ходить. Ну да. И определенные... С этим удобнее. А с этим вот взял бокал, но это, конечно, не очень хорошо, это очень далеко вообще от классики. Ну что ж, такое есть. Спасибо вам за интересный рассказ. Максим Букасов у нас был в гостях, преподатель Красноярской винной школы. Очень интересно, жаль, что это, конечно, всего лишь один процент. В общем, погружаться и погружаться. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо.